Это нормально, люди. Это нормально переживать радость от своих трудов. И это мотивирует многих людей к действиям. И для меня выглядят страшно люди, которые не переживают радости и не знают, о чем я сейчас говорю. Потому что люди серьезно не брались, некоторые не брались просто за определенную работу. Но когда человек сделает какую-то работу, посмотрит, усталый до невозможного, но ему приятно, и он снова хочет продолжать что-то делать, чтобы снова пережить вот эту радость от своего труда. Но самое интересное здесь то, что Соломон разочаровывается. И разочаровывается окончательно. Самое интересное, казалось бы, что это могло бы и быть всем мотивом всех наших действий. Но Соломон разбивается на этом и пишет. Таким образом я и глянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я. И вот все суета, и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Он пишет. «И возненавидел я», 17 стих я читаю. «И возненавидел я жизни, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, сознанием, успехом, а должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. То есть, когда в дополнение этой мысли Евангелия Луки Христос сказал такую притчу. У одного богатого человека был урожай в поле. Урожай – это как бы успех. Это у человека получилось. Вдруг его возможности выросли. Ну, как вот в нас в жизни бывает. То есть, ты удачно что-то продал, провернул какое-то дело. Ты просто посмотрел – получилось. Урожай человек собрал. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Точно так же, как и мы часто рассуждаем. Потому что есть над чем рассуждать. Что-то получилось в жизни, а теперь дальше надо предпринять очередной шаг. Надо сделать какой-то шаг. Надо проявить какую-то инициативу. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал – вот что сделаю. Я хочу, чтобы ты просто проверил свое сердце. Как часто ты, рассуждая над своими возможностями, говоришь точно такое слово. Вот что я сделаю. Нет, вот что мы сделаем. И человека что-то мотивирует. Он принимает определенное решение. Этот состоятельный человек, у которого был серьезный успех, этот человек сказал – вот что я сделаю. Я сломаю старые житницы. Я все разрушу до основания. Я уберу все. Я возведу здесь, построю новые житницы. Новые амбары хлеба. Знаешь, это так похоже, как вот приходит серьезный состоятельный человек и говорит – я хочу, чтобы этот район весь снесли. Убрали, сравняли до земли. И я здесь построю огромный гостиничный комплекс. И мы ему говорим, или там мы рассуждаем, или я вот в Москве был, видел, сносят гостиницу прямо на Красной площади. Хорошую гостиницу. Кажется – что вы делаете? Она же может огромные деньги доставлять. Что же вы делаете? Ну, говорят, пришел инвестор, пришел человек, который сказал – я здесь возведу намного лучшую гостиницу. Я вложу сюда денег больше. Это соберет больше богатых людей в мой бизнес. И я смогу здесь сделать больше пользы и плода, чем эта гостиница. То есть, в принципе, как бы разумное рассуждение человека. Что он сказал? Мои возможности позволяют мне. Я сейчас все это снесу. Я построю новые, новые амбары. Я соберу туда все добро мое. То есть, я сейчас пытаюсь задать тебе вопрос. И чем мотивирован был этот человек? Что его толкало на такие действия? Что толкает нас, когда мы принимаем решения? Когда мы говорим – вот что я сделаю. Вот куда я вложу деньги. Вот как я потрачу следующие три года своей жизни. Вот что я сделаю. Я пойду учиться. Мы же принимаем какие-то решения. Мы же решаемся. Мы собираем всю свою внутреннюю силу и всю свою внутреннюю энергию, чтобы вложить, инвестировать куда-то. Но Бог, Бог, вот что интересно. Бог, посмотрев на этого человека, сказал, «А что если? А что если душу твою возьмут у тебя? Кому это достанется? Это точно та же мысль, что и у Соломона. А что если? Я вот всю свою жизнь потратил на то, чтобы лучше строить. Все старое сносил. Лучше, лучше машину, лучше одежду, лучше питание, лучше. Все лучше, лучше. А что дальше? Очень, очень важный вопрос, очень интересный вопрос. А что дальше? Когда ты старое снес. Когда ты уже построил пятый дом. А что дальше? Очень серьезный вопрос. Когда Бог смотрит. И мы, мы же мотивированы. Мы же здравомыслием мотивированы. Мы же мотивированы теми возможностями, что большой урожай пришел. Мы же действительно сейчас располагаем намного большими ресурсами и силами, чем до этого. И мы рассуждаем, исходя из этих новых колоссальных возможностей. И мы думаем, так, вот что я сделаю. Вот куда разумно вложить. Вот как надо поступить в этой ситуации. И вот здесь еще очень важно посмотреть сверху на ситуацию. А что дальше? Почему Соломон говорит, я положил в сердце сам отречься от трудов? Остановиться в этом. Потому что конца этому нет. Этому конца нет. Остановки нет. Ты постоянно хочешь больше, больше и лучше, и лучше. И он говорит, и что дальше? Это интересный вопрос. Я хочу просто оставить вас и показать, что это людей очень сильно мотивирует. Мотивирует все постоянно обновлять, менять, старое разрушать, новое возводить, новые возможности, урожай. И казалось бы, вся жизнь, ты смотришь, человек уже 70 лет. Он всю свою жизнь копил, проворачивал. У него получалось, инвестировал, выручку получал. Окей, хорошо, good. Ну а что дальше? Вообще, что дальше? Что ты называешь результатом? Что для тебя результат вообще прожитой жизни, твоих вложений, инициатив? Потому что ты постоянно подавал инициативы. Снесу старое, построю новое. Улучшу это, поменяю это. И что дальше? Если мы хотим научиться мудрости Божьей, то давайте посмотрим на Соломона, который говорит, я возненавидел труды свои, потому что конца этому нет. Я всю свою жизнь посвящаю этому. А что дальше? Что после этого? Что в конце? Что же мы считаем тогда наградой? Наградой нашим трудам? Друзья мои драгоценные, мучают меня эти вопросы. Честное слово, мучают до глубины души. Вот занимаешься, крутишься действительно как белка в колесе. Постоянно что-то делаешь, инвестируешь, и постоянно задаешь себе вопрос, Господи, а что дальше? Слушай, вот ты благословил тем, ты помог устроить это. Это ли то, что тебя радует? Это ли то, что тебя радует? Или это только то, что меня радует? Это только то, что меня заводит еще больше что-то делать? Или это и тебя радует? Вообще, откуда мои инициативы? От чего исходят мои желания делать то или иное в жизни? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА